Мне кажется, это была его личная инициатива. Это не было никакого указания ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Просто он антисемит, нормальный антисемит, который еще находится во власти. Вот эта старая такая песня о том, что евреи сделали революцию, евреи во всем виноваты, мировой заговор и так далее, все это известно. Важно понять, просто антисемит этот условный наследник графа Толстого или это какое-то указание сверху. Нет. Вот я абсолютно уверена, что нет, это не указание сверху. Это его личная абсолютная инициатива. Если бы это было его личное мнение, пускай бы высказывал Лана Кухни среди близких единомышленников. Если он произносит слова с экрана федерального канала и будучи человеком высокой иерархии среди наших представителей власти, то тогда не нужно выносить на гора все то, что перебродило в его крупном государственном организме, поскольку это уже читается совсем по-другому. Сейчас нет государственного антисемитизма, его нет. Это не значит, что нет антисемитизма, потому что наследие очень сильное. Понимаете, экономическая ситуация плохая, бедных много, 5 миллионов за чертой бедности, люди тяжело живут, считают копейки. Мы привыкли к тому, что нужен враг, враг у нас постоянный, святой, это Америка. Но Америка где-то далеко, Сталин же, почему он начал все свои антисемитские акции? Это же все был результат холодной войны, потому что главный враг был Америка. Но где Америка, а где мы? Нужны вот тут враги, которые под рукой. Антисемитизм, на мой взгляд, как-то бацилла, никогда до конца не умирает. Всегда есть и на бытовом уровне, тлеет где-то, и всегда готовы разрастись снова в эпидемию. Поэтому это очень страшно, когда такого рода заявления начинают звучать. И я считаю, что это нужно пресекать просто в зародыше. Для того, чтобы ни на каком уровне, ни на бытовом, ни на, не дай бог, государственном, эта зараза, эта дрянь, эта болезнь не вылезала снова из всех своих щелей. Когда-то Павел Иоанн Павел II, известный, замечательный папа римский, и папа всех католиков, извинился перед евреями за участие католиков в Холокосте. И это сыграло колоссальную роль. И приехал в Израиль, и поклонился Устинной Плаче. И это, я не хочу сказать, что все католики перестали быть ассимитами. Нет. Но он кинул эту мысль, эту идею, эту гуманнейшую идею, он кинул своим верующим. И это сыграло роль. У нас, к сожалению, этого нет. Мне кажется, что в данном вопросе гораздо важнее, насколько много людей, невластных, выскажут свое фи, выскажут свое негодование по поводу того, что произошло. И это только покажет, здоровое у нас общество или нездоровое. Вот, к сожалению, на данный момент я не в полной уверенности, что у нас здоровое общество, и что мы адекватно отреагируем на то, что произошло. А произошло стыдное, очень стыдное. И это товарищ, или как там его, портогеносы Толстой должен понять, что это стыдно поступать и говорить так, как говорит он.